Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин пропустят заключительный этап Гран-при России в Перми. Ранее они отказались от выступления на первом этапе серии из-за травмы партнерши. Турнир в Перми пройдет 26 и 27 ноября. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, хореограф Елена Родионова прокомментировала выступление Александры Трусовой и Софьи Самоделкиной с короткой программой на Гран-при России в Самаре. Этот прокат Саши, по сравнению с ее первым этапом, был увереннее, и по прыжкам это было заметно, даже несмотря на то, что она сорвала двойной аксель. Ее программа выглядела более уверенной, накатанной, и каскад был сделан намного лучше, а аксель, думаю, это было случайностью. Уверена, в произвольной она покажет, на что способна. Видно, что Соня Самоделкиной непросто, она борется с собой, со своим взрослением, сейчас ей нужно немного потерпеть, дальше будет легче. Это очень перспективная, артистичная фигуристка. Думаю, она пройдет через все сложности, тем более она на промежуточном первом месте, это само за себя говорит, сказала Родионова. Хореограф Илья Авербух оценил выступление фигуристки Александры Трусовой с короткой программой. Саша Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона, мы это видели, рассчитывать, что это произойдет по щелчку пальцев, наверное, не приходится, поэтому я бы не говорил, что это какая-то сенсация. Саша перешла к новому тренеру, надо просто дать возможность ей войти в новую команду, думаю, постепенно она будет возвращать ту форму, в которой мы все привыкли, сказала Авербух. Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала выступление Александры Трусовой с короткой программой. На самом деле, видно, что Саша по сравнению с прошлым своим этапом сильно прибавила в форме. Я не скажу, что это было плохое выступление. Да, была очень серьезная ошибка, эта бабочка на акселе, очень серьезный срыв элемента. Но нельзя сказать, что у Саши сейчас провал, скорее наоборот, она восстанавливает форму. Надо более лояльно относиться к спортсменкам, которые прошли олимпийский сезон. Не все девочки пока что вернулись к сезону, не стоит искать, что у кого не так, это обычная постолимпийская история. У многих есть провалы, многие катают нестабильно, и не только наши спортсмены, но и зарубежные. Это совершенно обыденная ситуация для постолимпийского сезона, сказала Попова. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перед стартом произвольной программы оценил шансы Александры Трусовой на победу на этапе Гран-при. Думаю, Трусовой вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы. В конце концов, главный соперник для каждого, он сам, сказал Ягудин. Двукратный олимпийский чемпион, комментатор Максим Траньков ответил на вопрос, почему Первый канал не взял интервью у Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой после проката в короткой программы на Гран-при России в Самаре. Болельщики в соцсетях спросили Транькова, почему у Сони Самоделкиной не брали интервью, она же победила и как понимать ваш комментарий про Сашу, спросили у Транькова. Потому что после выступления девушек на арене была речь чиновников, интервью пришлось свернуть, в чем причина отказа Саши, я не в курсе, написал Траньков. Что за игнор фигуристов, неужели канал определяет, кого из фигуристов поддерживать, а кого хейтить, а вы, взрослые спортсмены, это поддерживаете, написала еще одна болельщица. А если все наоборот, не думали, ответил Траньков. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре в танцах на льду. Во время выступления Базин дважды упал. Фигуристы прокомментировали свое выступление с произвольным танцем. Я могу только извиниться перед публикой, болельщиками за мое плохое катание, только так могу сказать. Концентрация была, шикарно себя чувствовали на тренировке. Выходя на лед, были сосредоточены. Мы проехали больше половины нашего танца, и тут пошла такая неудача. Я не знаю, что сказать, может быть, общее давление как-то сказывается, но в голове его нет. На нас ничего не давит, это какой-то бред полный, я в шоке. Мы не смогли состыковаться перед вторым падением, в какой шаг вступим, и там уже все пошло не по плану, сказал Базин в эфире Первого канала. Объяснить эти ошибки нельзя, что произошло, непонятно. Спасибо всем, кто пришел, извиняемся за то, что показали, цитирует Худайбердиеву Матч ТВ. Несмотря на падение дуэт получил за произвольный танец 119,68 балла. На чемпионате России, где Худайбердиева и Базин стали третьими, они за чистый прокат произвольного танца получили 117,84 балла. На прошлом этапе Гран-при России, где у пары также было падение в произвольном танце, они получили за прокат 126,75 балла. Болельщики находятся в недоумении от оценок. Фигурист Павел Дрозд прокомментировал второе место их дуэта с Елизаветой Шанаевой на этапе Гран-при России в Самаре. Фигуристы также не избежали падения. Возможно, возобладали эмоции и поэтому случилось падение. Понятно, что причины мы проанализируем, случайности неизбежны. Мы были хорошо готовы, такое, крайняя редкость, но лучше сейчас, чем на чемпионате России. Лиза умничка, от рада наша, будем готовиться к следующему старту. Мне кажется, у нас такие этапы с конкурентной борьбой, поэтому мы вторые. В Казани поддержка публики была как бальзам на душу, здесь то же самое. Совмещение с тренерской деятельностью мне помогает, так как в фигурном катании нужны мозги. Отработка движений — это всегда глубокий анализ, сказал Дрозд. Женщины разыграли медали Гран-при в Самаре. Александра Трусова в произвольной программе упала с четверного лутца. Остальные элементы она исполнила чисто — каскад тройной флип, тройной тулуп, тройной ритбергер, двойной аксель, тройной лутц-ойлер, тройной сальхов, секвенцию тройной флип, двойной аксель, тройной лутц. Болельщик выбежал на лед после того, как Александра закончила программу. После произвольной программы Александры Трусовой он подбежал к фигуристке и вручил ей букет цветов. Фигуристка Софья Самоделкина прыгнула четверной сальхов со степ-аутом, исполнила двойной аксель вместо тройного, затем тройной флип, каскад тройной лутц-ойлер, тройные лутц и сальхов через ойлер. В конце программы она сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, коснувшись льда рукой после первого прыжка. Анна Фролова не смогла удержаться в тройке лидеров, тройку замкнула Ксения Гущина. Фанат, выбежавший на лед после произвольной программы Александры Трусовой, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фигуристки. Матч ТВ отмечает, что нарушителю грозит административное наказание, штраф от 500 до 1500 рублей. Также на 150 тысяч будет оштрафована организация, отвечающая за безопасность на турнире. Александра Трусова прокомментировала свое выступление на этапе гран-при. Я старалась, да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятно такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают еще на разминке, мне очень приятно. Спасибо большое болельщикам, больше не хотелось бы ничего комментировать, сказала Трусова. Да, удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел, говорит фигуристка. У нее спросили, испугалась ли она его. Просто он упал бы, не очень удобно без коньков, ответила Трусова. Также у фигуристки спросили, что раньше она очень переживала свои падения, неудачный прыжок. Сейчас она выходит с улыбкой, получает удовольствие от самой жизни, от самого выступления, что повлияло на изменение мировоззрения. Олимпиада, ответила Трусова. Александра не стала отвечать на вопрос, почему на рукаве ее куртки отсутствует логотип Первого канала. Давайте я просто пойду, сказала Александра журналистам. Фигуристка Софья Самоделкина и тренер Светлана Соколовская оценили итоги этапа гран-при России в Самаре. По окончании соревнований они дали интервью Максиму Транькову. Перед этим комментатор Первого канала Александр Гришин сказал, Максим был готов побеседовать и после короткой программы, но здесь были официальные мероприятия, поэтому сейчас интервью сразу за два дня. Соколовская сказала следующее, давайте не о медалях, я очень рада за Сашу, что она вернулась, работает, продолжает кататься и радовать публику. Я верю, она вернется, не торопите, пожалуйста, все у нее будет, ну а Сонька молодец, место хорошее. Плохо покаталась, правда, а место неплохое, я шучу, конечно. Я довольна Сонькой, пусть будет такая победа, в следующий раз ей будет стыдно с таким набором выигрывать, сказала Соколовская. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok